МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Геннадий Протасевич. 41 год. Владелец агентства по организации праздничных мероприятий. Женат, взрослый сын живет отдельно. Подозревает супругу в неверности. Добрый вечер. Геннадий. Денис. Дима. Очень приятно. Мы вас слушаем. Мы с женой, с Ириной, вместе очень много лет. У нас взрослый сын, он учится за границей. Ну, знаете, дом, работа, дом, работа. Заела рутина, и как-то сейчас наши отношения немножко остыли. В общем-то, мы как-то их решили разнообразить с Ириной. Ну-ка, расскажите, как? Может, вы тоже фильм такой видели, американский. Там семейная пара переживала такую же подобную ситуацию. И они, значит, зарегистрировались на сайте знакомств. Ну, и там у них началось. Флит. Интересно, весело, классно, в общем. Ну, я Ирине предложил такую идею. Зарегистрировались. И действительно все пошло прикольно. Мы обсуждали, кто ей писал, кто мне писал. Ржали там. Ну, правда, очень весело все у нас получилось. Ну, а потом Ирина как-то мне сказала, что надоел этот детский сад. И она удалила страницу. Ну, дело-то вот в чем. Тут произошла казусная история. Ирина ушла в магазин и оставила телефон дома. И пришла СМС-ка. Людмила, на днях готов с вами встретиться. Ну, ее имени вы просили объяснить? Конечно. Пришла с магазина, я сунул ей телефон, говорю, ну, кто там тебе пишет, почему называют чужим именем. Она говорит, что у нее появился новый клиент, а работает она риэлтором, который путает ее имя и называет ее Людмилой. Ну, это все или еще какие-то странности вы замечаете? Да, кстати, она стала за собой следить в последнее время. Посещает салоны красоты. Вот раньше она как-то на это внимания не обращала. И я все-таки думаю, что она мне изменяет. Расскажите, как она работает? График свободный. Она появляется в агентстве пару раз в неделю, а я занимаюсь творческой деятельностью. У меня праздничное агентство. Целый день до вечера я на работе, то и выходные еще. У нее есть возможность встречаться с кем-то у нас дома. Установим камеры в вашей квартире. За нее установим дорожное наблюдение, будем разбираться. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Геннадий покинул место встречи. Группа не расходится. Какой-то бестолковый способ вернуть чувства. Считаешь? Хэппи-энды только в кино бывают. Да. На следующее утро оперативники заступили на дежурство во дворе дома, где проживают супруги Протасевич. Геннадий уехал на работу, а мы ждем появления подозреваемой. Такие подъезды яркие. Так, внимание увидел подозреваемого. Ирина Протасевич, 39 лет, риэлтор, замужем, взрослый сын, живет отдельно. Пешеход, видимо. Нарушка, отправляйтесь за объектом, группа беса, приступайте к работе. Один принято, хорошо. Не похоже, чтобы наша подозреваемая собиралась поехать в офис. Пока Ирина идет к жилому комплексу по соседству. Может быть, у нее назначена где-то тут встреча, а может быть, она просто идет в магазин. Звонок фиксируйте. Алло. Походит, звук ближе не подходи. Да, Сереж. Да, звонила. Дергей. Хотела посоветоваться по поводу одной сложной сделки. Что-то по работе, видимо. Ага. А ты когда будешь на районе? Ну, давай тогда, может, послезавтра? Сергей местный какой-то чувак. Ага, ну я при встрече тогда расскажу. Давай. Оказалось, что Ирина направлялась в салон красоты. Подтверждаются слова супруга о том, что женщина активно занимается улучшением своего внешнего вида. В телефонном разговоре с неизвестным нам Сергеем ничего подозрительного не прозвучало. Посмотрим, как пройдет встреча послезавтра. Группа обвеса работает. Да, видим вас уже. Пользуясь отсутствием хозяйки квартиры, наши сотрудники устанавливают у Протасевичей систему видеонаблюдения. Нам необходимо выяснить, не происходит ли здесь что-либо предосудительное. Принимайте объект. Дим, прием. Да, Олег. Мы закончили. Посмотри, пожалуйста, все камеры. Посмотрел все камеры, все отлично, уходите. Группа обвеса покидает объект, релейка работает. Релейка приняла квартиру. Сыщикам пришлось ждать около часа, наблюдая с улицы за салоном красоты, прежде чем Ирина снова появилась в зоне нашего внимания. Алло. Да, Руслан, здравствуйте. Спасибо, звук проходит, молодцы. Ну, я могу минут через 10 быть. Повелось со звонком. Руслан какой-то. Я буду в оранжевом шарфике. Сейчас будет встреча с Русланом. Хорошо. Итак, наша подозреваемая направляется на встречу с неким Русланом. Судя по тому, что женщина сказала ему про оранжевый шарф, как опознавательный знак, эти двое ранее не виделись. Аккуратно работаем. Прошло 10 минут, и пунктуальная Ирина уже стоит у входа в небольшой бизнес-центр, оглядываясь по сторонам. Пока никого не вижу. Добрый день, девушка в оранжевом шарфике. О, а я так понимаю, Руслан? Вы Людмила, прямо как Руслан Людмила. Первый раз встречаются. Сразу ко мне поедем? Да, хорошо. Прошу вам. Как-то игривая, она сразу едет к нему. Что их связывает, интересно? Не упустите их. Мой скромный, скажем так, автомобиль. Вчую группу готовьте. Летучая группа, вы все знаете. Не упустите объект. Да, принятый, Тим. Сейчас мы ждем, пока он тронется. Начинаем движение. Похоже, что именно сообщение от Руслана попалось на глаза нашему заявителю и вызвало у него вполне логичные подозрения. Если это клиент, который, как сказала мужу Ирина, просто путает ее имя, то почему бы ей не объяснить Руслану ошибку? Здесь и сейчас при личном знакомстве это было бы вполне уместно. Нормальный яйцо, спокойно, не упустим. Итак, Руслан привез свою Людмилу, которая на самом деле Ирина, в тихий двор, ближе к центру города. Мы видим здесь только жилые семиэтажки, ну и школу. Похоже, что мужчина поведет даму к себе домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай за ними, уж очень интересно, в какую квартиру идут. Вижу камеру пешехода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наша команда ведет наблюдение за Ириной Протасевич по просьбе ее мужа Геннадия. Прямо сейчас наша подозреваемая направляется с неким Русланом в какую-то квартиру. За парочкой следует наш сотрудник. Мы туда, конечно, не попадем. Все так сильно, не вылезай. Номер квартиры уже узнали. Отправляйте Ермакову, пробивайте. Пешеход молодец. Все сделаем, Дим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ирина изрядно задерживается в гостях. Оперативники уже даже успели получить информацию о владельце жилплощади. Это Самойлов Руслан Валерьевич. 48 лет, дважды разведен. Информацию от Ермакова получили, ознакомьтесь все. Людмила, позвольте, я вас довезу, как и обещал. А то это к себе, я вас пригласил, к сожалению, не смогу. Я понимаю, но надеюсь, что следующая наша встреча будет с вами в ресторане. Непонятно. Прошу. Странный формат общения. И абсолютно непонятно, что же связывает Руслана со лжелюдмилой. А что, если эти двое познакомились на том самом сайте знакомств, с помощью которого супруги Протасевич пытались разнообразить отношения? Будем проверять эту версию. Группу поменяйте. Вчера много пешеходов из первой работы. Наступил второй день наблюдения. Похоже, сегодня Ирина никуда не собирается. Женщина с утра затеяла стирку и уборку. К обеду она почти закончила домашние дела. Ей осталось только поменять постельное белье. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Томофон кто там в подъезде? Чего это? Телефон. Окей, дайте звук. Привет, Сережа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, я сейчас не слышала, я выбиралась. А ты что звонишь-то? Сергей звонит. А, да? Мы на завтра договаривались. Глядывает в окно. Видимо, Сергей там внизу у вас. Дайте улицу. Кого она там видит? Один переключаем. Вон мужик по телефону говорит. Это наш. Да, понял. Спасибо. Что, выглянуло? Ну, видишь меня? Ну все, сейчас я зайду. Очевидно, это тот самый Сергей, с которым наша подозреваемая хотела посоветоваться по рабочему вопросу насчет какой-то сложной сделки. Квартиру давайте. Привет, Сергей. Привет, Сергей. Вошел в квартиру, камеры переключите. Спасибо. Это я в зал, извините, там кое-что есть. Мы видим, что мужчина не первый раз в гостях у Ирины. Возможно, на правах более опытного коллеги Сергей регулярно помогает нашей подозреваемой в непростых вопросах недвижимости. О, хорошо у тебя здесь. Фиксируйте все происходящее. Кстати, почему по работе он пришел? Опа! Какой сюрприз! Аккоголь. И вот так. Я думаю, неплохо. Расслабиться. Не похоже, чтобы гость был настроен на какую-либо работу. Вино, закуски. А у Ирины еще и ароматическая свечка на столе стоит. Это теперь вообще выглядит как романтическое свидание. Открыл вино? Конечно. Заодно не заживее. Потом еще о девахах. Ну, знакомы-то они давно. Они работают вместе. Белое полусладкое любишь. Ну, не очень понятно, что у них здесь будет происходить. Фиксируйте. Сергей и Ирина оценивают вино и обмениваются новостями. А мы замерли в ожидании дальнейшего развития событий. Что там у тебя за проблем? Какие адресовались? Ой, Сереж, у меня клиент такой. Хочет квартиру. Ну, пока как и предполагали все по работе. С доплатой. Подожди, он из города хочет уехать в область. Да, очень сложный клиент. Мы готовы к любому развитию событий. А тут квартира у него нет. Обычная трешка, сто метров. Обычная двоя. Смотря где-то. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сейчас я напишу, что ли? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Так, может быть, будет отвечать. На всякий случай, будьте готовы. Звук не отключаем, само собой, да? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Некрасно. Положи телефон. Положи телефон. Токсильный контакт. Двенадцать, короче. А ты... А чего это с собой такое вообще сделала? Сделала? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СМЕХ Глаза вот себе встали, покинули. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Становлюсь лучше. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну, раз пробую. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Банальная история, тайная интимная связь двух коллег. Началась она явно не вчера и, возможно, даже задолго до того, как нашему заявителю пришла в голову сумасбродная идея развлечь свою жену и освежить чувства. Пока коллеги-любовники допивают вино, Денис и Дмитрий встречаются на месте событий. Мы ждем приезда Геннадия, чтобы рассказать ему о том, какое именно разнообразие решило внести в свою жизнь его супруг. Привет. Привет. Аня уже подъезжает. Замечательно. Сидят там, общаются, пьют у меня. Не знаю, как Геннадий отреагирует, при условии, что он сам предлагал немножко разнообразить семейную жизнь. Понятно, что не настолько. Ну да, не такими методами. Дим внимание, видимо, Акбар, он уже на подъезде. Прием. Принял, спасибо. Звук приготовились. Кто-нибудь готов взять человека по звуку. На третьем канале. Спасибо, мужики. Привет, Илья. Здравствуйте, Илья. Как мои дела? Ну, вы знаете, я не очень вынужден вас огорчить. Все-таки у нее есть любовник. Сегодня он к мне пришел прямо в квартиру. Вы кто такой? Посмотрите. И что, и где они сейчас? У вас дома. Чтобы весело проводят время. Ну, пошли тогда, что делать? Группа, внимание. Группа, направляемся в подъезд. Да, мы вас ждем. Да, мы вас ждем. Короче, помещу так, смотри. Есть там дача, наверное. Брюлейка, спасибо. Мы поняли, что у вас происходит. Мы уже входим. Ну, мужик здесь высокопримативный, поэтому будьте осторожны. Принято. Все встречи на этаже. Четко работаем, ребята. Мы входим в квартиру. Отмажься, как-нибудь, свои воды и все. По полетону с вами не бывает. Прям романтик. Эй, этому Руслану скажи, что было вообще. Услышали? Услышали вас? Входим в квартиру. Да, что не ждали? Большой сразу заявляет себя. Да что происходит вообще здесь, а? Что у вас здесь? Да, а? Просто мы... А, взрослый надо еще. Так, этот сразу заявлялся. Ага. Пусть уходит с нити. Разделитесь. Сергей, а что вы убегаете-то? Идите пообщайтесь с мужем. Нечем. А что не о чем? Мне кажется, есть о чем. Не о чем. О жене, допустим, с которой вы спите с его. Все хорошо. Дим, не провоцируй. Он сбежал. Ну ты, нахуй, в натуре. Смотрите, мы объясним. Это программа «Опасные связи». Здесь велось наблюдение. Мы раскрываем супружеские измены. Геннадий видел все, что происходило здесь. Где этот? Убежал. Внимание, нажмите, подержал подъезд. Ура! На улице будьте готовы встретить. Кто-то уже есть у нас там. Что? Что я сказал? Я не пью тебя, Гена. 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 Гена, смотри. Я не жалю. Да не может, ничего. Мне от вас не очень хочется что-то слышать. Все, закончили в подъезде работать. Это вы. Да не может быть, я уже тоже, лучше в рот треснуть. Повернулся. Больше ты никто. Тим, может успокоишься, мы поговорим. О чем с тобой говорить? О чем? Шоки. Я хотела освежить наши отношения. Что? Помнишь, мы хотели. Освежение. Нет, я понимаю, мы там с тобой на сайте зарегистрировались, прикалывались. Ну я же никого не... За твоей спиной, да? Ну давай тогда будем встречаться с другими людьми. Просто у нас будут свободные отношения. Ты еще сейчас слышишь? Нет? Ты... Знаешь ты кто? Ты... Просто... Короче... Вот эту хату ты обставила. Да? Красиво, мне нравится. Все, короче... Понимаем? И продаю я эту квартиру. С тобой я жить не буду. Пошла... ЗВОНОК В ДВЕРЬ Это заявитель наш. Давайте с ним вместе. За что боролись-ка, жюрицы? Погадим, не покинет объект. Работаем мы с ним в том числе. Разнообразие. Вот и разнообразие. Принято. Выходим, выходим все. Можно за квартирой. Не наблюдать. Тяжелый получился разговор, конечно. Да, не то слово. Не, ну, прикинь, ну так, разнообразило, да? Хорошо. Одно дело там пошутили, попрекалась. Понятно, почему у нас с ней отношения не ладились. Просто нашла себе это все. Значит, правильно, мы все выяснили. Все это стало такой точкой, видимо, с наших отношений. Вы можете меня подвести? Конечно, я могу. Денис, с клиентом. Стоп. В настоящий момент супруги Протасевич проходят через бракоразводный процесс. Геннадий временно живет на даче, а Ирина у подруги. Их квартира выставлена на продажу. Продолжает ли Ирина встречаться с Сергеем, нам неизвестно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова